В начале выпуска раскроем главную интригу дня. Сегодня состоялась первая сессия Совета депутатов Северодвинска 6-го созыва. Главный вопрос, кто станет председателем? Партия «Единая Россия» выдвинула на этот пост бывшего мэра города Михаила Гмырина. Однако, перед самым голосованием была предложена еще одна кандидатура. Итак, кто же стал председателем и какова реакция главы города? Смотрите далее. В начале сессии избранные депутаты 6-го созыва вступили в свои полномочия. Они получили временное удостоверение. Ведет первую сессию 6-го созыва самый старший по возрасту народный избранник, председатель предыдущего созыва Владимир Мелехин. Второй вопрос в повестке, кто станет председателем горсовета? Фракция поддержала Михаила Ткадьевича. Я лично сам, как житель города Северодвинска, также поддерживаю данную кандидатуру. Считаю, что он достойный был председателем горсовета депутатов. От партии «Единая Россия» кандидатура внесена. Пожалуйста, есть ли еще какие-то предложения? Начинаем предложить кандидатуру Старожилова, чтобы два кандидата было. Вторую кандидатуру выдвинул депутат Сухарев. Старожилов самоотвод не сделал. В итоге депутаты голосовали за двух кандидатов – бывшего мэра Северодвинска Михаила Гмырина и представителя Севмаша Михаила Старожилова. Голосование «Тайное» в счетную комиссию вошли пятеро. Они вынесли урну, ее, как положено, опечатали и само голосование. В бюллетене необходимо поставить крестик или галочку и опустить в урну. Голосовали 24 депутата. Голоса распределились следующим образом – 17 против 7. Число голосов по номер за кандидатов. Мы идем к Михаилу Аркадьевичу за 7, Старожилов Михаилу Александровичу за 17. Избранный предложить председателю совета депутата Северодвинска 6-го созыва является Старожилов Михаил Александрович. Готов работать. Цель у нас, конечно же, одна – работать на благо жителей Северодвинска. Потому что, еще раз повторяю, Северодвинск – очень непростой город, и степень ответственности на его жителях перед государством, перед столицей, перед правительством, перед президентом чрезвычайно высока. Наша задача сделать так, чтобы люди работали спокойно, в городе развивался. Будем работать с той структурой и с тем персональным составом, который сложился. Надеюсь, что работа будет слаженная, конструктивная, как я и рассчитывал. Не все, скажем так, может быть, сложилось так, как мне хотелось бы, как я рассчитывал изначально. Я поддерживал кандидату Михаила Аркадьевича на должность председателя. Не скрывал это, говорил честно, как наиболее, может быть, опытного человека. Михаила Старожилова я знаю тоже давно, знаю его как достаточно серьезного человека, открытого, честного, профессионала. Поэтому будем работать. Далее сессию ведет уже новый председатель. На должность своего зама он выдвинул заведующую детским садом «Жемчужинка» Нину Андреевскую. Она один из самых опытных депутатов. Для нее это пятый созыв и снова урна голосования бюллетеня. Варианта голосования два – за Нину Андреевскую и против. Из 24-х за проголосовали 18, против 4. Еще два бюллетеня посчитали испорченными. Кто-то поставил сразу две галочки, кто-то и вовсе сердечко. Андреевская Нина Николаевна считается избранной на должность заместителя председателя Совета депутатов Севербинской 6-го созыва, работающего на постоянной основе. Я никуда не ухожу. Я же здесь, в этом городе. Просто будет не одна «Жемчужинка», а много-много садов. Я буду решать все те же вопросы, которые решала всегда. За 17 лет я не отказала ни одному дошкольному учреждению. Ну и «Жемчужинка», конечно, она останется, как «Жемчужинка». Там все хорошо. Определились и с датой следующей сессии. Она пройдет 26 октября. Анна Бюкова, Владимир Богомолов, Вестник Северодвинска.